При продвижении сайта очень важно понять, по каким ключевым словам вы будете его продвигать, какие страницы вы выберете в приоритеты и почему вы выберете именно эти страницы, на каких условиях вы определите ключевые слова, по которым вы будете продвигаться. В этом видео я постараюсь вас научить, как измеряется конкуренция ключевых слов, почему она существует, как ее используют SEOшники и, собственно, зачем нужно выбирать определенные ключевые слова для продвижения сайта. Меня зовут Николай Шмачков, это канал SEOquick. Поехали! Поисковые системы Google, в частности, отличаются тем, что мы в них вводим поисковые запросы, то есть ключевые слова. Ключевые слова выдают нам каждый раз разные результаты. Если мы являемся владельцем сайта, мы очень хотим, чтобы наш сайт попадал в первые десяточки либо хотя бы в первые троечки. Для этой цели, собственно, и проводятся все работы по SEO-продвижению. Но мы понимаем, что не все так просто, ведь есть запросы, в которых нельзя просто так создать страницу и получить заветный топ. Есть определенное понятие конкуренции, которое существует на рынке. И на рынке SEO есть такое понятие конкуренции, при помощи которых мы можем измерить, удастся ли вам продвинуться по этому ключевому слову, либо у вас ничего не выйдет. Выходит забавная ситуация. Мы хотим продвигаться по запросу, а по этому запросу SEO-шники говорят, что продвигаться нельзя, говорят сложно. SEO-специалисты, когда проводят анализ семантики, делают выводы, почему по этим запросам продвигаться сложно или невозможно. Напомню, в семантическом ядре у нас есть ряд ключевых метрик. Это трафик, стоимость ключевых слов, количество кликов в контекстной рекламе, которые можно предположить. Эти метрики мы можем вытащить, например, из планировщика ключевых слов. И они нам будут подставлены как официальные метрики, о которых знает Google. Но для оценки SEO-конкуренции они нам не помогут. Вы можете найти другие сервисы, и вы увидите, что некоторые сервисы измеряют некую конкуренцию. Как разобраться, какая из этих метрик правильная, правдивая? Понимаем, что официально метрики от Google по измерению конкуренции не существует. Но есть определенные трюки, на которые стоит обратить внимание. Давайте для примера возьмем планировщик ключевых слов и посмотрим, как Google официально показывает эти метрики. Как же измеряют конкуренцию SEO-шники, мы рассмотрим в следующей главе. Разберем давайте факторы, которые определяют конкуренцию ключевых слов. Есть определенные критерии, по которым мы можем их отсеять. Это, конечно же, объем поиска, количество результатов в поиске, качество и авторитетность конкурентов, ну и, конечно же, наличие рекламы или спонсорского контента. Каким образом можно измерить те или иные метрики? Конечно же, для подбора объема трафика можно использовать такой сервис, как планировщик ключевых слов. Планировщик ключевых слов реально удобный инструмент для оценки метрик. Я его выделяю особенно, потому что, в отличие от большинства платных тулов, у него есть определенный функционал. Функционал, который позволяет измерять, как мы говорили, сезонность трафика и, конечно же, трафик для конкретных регионов, что не дает ни один другой адекватный платный инструмент. Для этих серий мы просто заходим либо в добавление ключевых слов, тогда он будет нам собирать семантику, либо посмотрим количество прогнозов и запросов. И можно загрузить себе до 1000 запросов для анализа. И нажимая «Начать анализ», вы увидите конкретный регион и конкретные языки, на которых он будет его анализирован. Вы можете выбрать конкретный город и измерить статистику по конкретному городу. Что делает, в принципе, этот инструмент ультимативным для анализа метрик. Он единственный, который вам скажет конкретные ключевые слова, какой они имеют трафик и конкуренцию в регионе. Конкуренцию, правда, они измеряют в контекстной рекламе. То есть, вот пунктик «Контекстная реклама» здесь можно увидеть сразу, то есть по большинству ключевых слов, которые он видит. Вы можете выставить, сколько ключевых слов вам нужно проанализировать. Я вот добавил как раз 50 ключевых слов. И вы можете увидеть по среднему числу запросов в месяц те или иные запросы, на которые есть смысл обратить внимание. И можно видеть даже сезонность этих запросов. Резюмируем. Первый пункт – это объем трафика, можно взять с планировщика. Второй пункт – это конкуренцию, допустим, в контекстной рекламе можно тоже взять с планировщика. Поэтому два пункта планировщик нам полностью закрывает. Но остались еще несколько. Следующий пункт, который поможет нам для измерения конкуренции – это количество результатов в поиске. И для этих целей, конечно же, нужно обращаться к выдаче Google. Другого способа у нас по факту нет. Мы берем наши запросы и используем браузер. Вбиваем эти запросы в поиске и видим количество результатов. Количество результатов здесь очень интересное. Стоит нам переключиться на другую страничку выдачи и количество резко может уменьшиться. На самом деле, это интересный спор, почему пагинация выдачи работает очень так странно. На первой странице она показывает одно количество, на двух страницах показывает другое количество. Здесь метод для интересных споров между SEOшниками. Какой цифре доверять, первый или второй? Для расчета конкуренции многие используют как раз именно эту первую цифру. Но вы можете, конечно же, допустим, для высокочастотных запросов посмотреть метрику в фразовом соответствии. Насколько в точном соответствии этот запрос популярен. И вы видите результаты как раз по точной версии запросов. Количество результатов это метрика, которую тоже можно измерить. Чем больше количество результатов, тем, скорее всего, конкуренция будет жестче. И остался последний пункт. Это сила конкурентов в выдаче. Многие заметили, что у меня браузер в выдаче немножко отличается. И отличается он тем, что тут есть специальный плагин. Зачем он нужен? Он позволяет мне сразу видеть уровень конкуренции каждого из сайтов. И следующий тул, который мы будем смотреть, как раз Ahrefs. Его метод расчета конкуренции действительно популярен среди всех SEO-специалистов. И используется для оценки ключевых слов за рубежом. Очень полезен для SEOшника. Я бы сказал, это инструмент, без которого вообще SEOшнику катастрофически сложно работать. Но давайте рассмотрим, а как он хорошо справляется с расчетом конкуренции. Вот мы переходим на нашу выдачу. Вот мы видим наши ключевые слова. Мы можем перейти на конкретно метрики этого ключевого слова. Вот мы видим, как он рассчитывает KD. Можно посмотреть конкретное ключевое слово. И увидим, как считается та или иная метрика. Зайдем вот в семантику. Он нам даже ее любезно решил подобрать. Вот мы видим здесь запросы. И видим, конечно же, вот этот показатель KD. Обращаем внимание, что все метрики. Можно почитать, что они значат. И вот KD, как мы видим, это... Как тяжело ранжировать сайт от 0 до 100. И давайте посмотрим, как она рассчитывается. Ну, они же, наверное, рассказали, как она рассчитывается. На самом деле нет. Формула расчета KD у Ахребса закрыта за себе печать. Они не хотят делиться этой формулой. Но в целом рассказывают на пальчиках, как продвигать тот или иной сайт. Условно говоря, они привязывают расчет своей формулы к количеству доменов. И количество доменов можно увидеть, что от 0 до 10 вам нужно будет меньше 10 доменов. От 11 до 30 вам нужно будет 36 доменов на эту страничку. И там, соответственно, все больше и больше для этих страничек вы можете увидеть на экране. Закрадывается логика, что многие ключевые слова, которые он рассчитывает, ну, трудность ключевых слов, он рассчитывает по выдаче. Условно говоря, насколько много доменов ссылаются на тот или иной сайт, который ранжируется по этим ключевым словам. Я считаю, что их формула расчета имеет право на жизнь. Ну, давайте мы возьмем те наши ключевые слова, которые мы брали для анализа в планировщике ключевых слов. И добавим, пожалуйста, в их инструмент Keyword Explorer. И посмотрим, как он измерит конкуренцию для Украины вот по этим ключевым словам. То есть все ключевые слова, которые мы брали для анализа. Вот, она их посчитала. И что мы видим? Конкуренция практически везде единичка. Как это так? То есть вообще, то есть продвигаться будет очень легко. По его мнению, это очень легкие запросы. Я думаю, люди, которые разбираются в SEO, поймут, что здесь что-то не так. Как это бывает, что у страницы такая низкая конкуренция? Сознаем сайт и выходим в топ. Великолепный план, Уолтер. Надежные, как швейцарские часы. На самом деле, не так-то легко. Вы по этим циферкам не так сразу легко вылезти в топ. Вам 10 ссылок не хватит для того, чтобы поднять эту страничку. Кстати, интересная мысль. Напишите в комментариях, что вы думаете. Хватит ли там 10 внешних ссылок для продвижения сайта вот по такой тематике, вот с такой вот семантикой. На самом деле, метод заключается в том, что Акрест прекрасно считает метрики для зарубежной тематики. Но почему-то Украину считают он плохо. В частности, показатель КД у него по Украине всегда какой-то сильно гиперзаниженный. Причем мы проверяли и ряд другие запросы более высокочастотные для большинства украинских запросов. Можете написать мне в комментариях. Может быть, я не прав. Я хотел бы услышать обратное от вас мнение. Я с этим столкнулся, что берешь страну поменьше, тем ключики являются ближе к нулю и иногда вообще имеют прочерк, когда он вообще не знает, что это за ключ. То есть, когда он попросту не знает, что это за ключ и не может понять, что вы от меня хотите. Но при этом говорит, что по этим ключу даже есть трафик. Суть заключается в том, что когда здесь пишется N-A, скорее всего, у него база выдачи по этому ключу пустая. Обратите внимание, по большинству ключей, где N-A, у него нет возможности посмотреть с базой выдачи. Поэтому эти данные у него отсутствуют. Он не может рассчитать этот показатель. Стоит ли доверять Ахребс? За рубежом я бы доверял. А в Украине я бы пользовался другим методом. И следующий метод у нас это серпстат. Серпстат это очень интересный инструмент для SEO-специалистов, которые работают на рынке Украин. Я бы сказал, он незаменим. Незаменим он благодаря шикарной особенности сбора семантики, выбора которой я рассказывал на вебинарах. А кому интересно, перейдите и посмотрите. Я рассказал, насколько это сейчас при помощи серпстат делать удобно. Но мы сейчас будем говорить о другом. Мы говорим об измерении конкуренции ключевых слов. Для этих целей вам нужно перейти в серпстат, выбрать пункт Batch Analyze и выбрать Keyword Batch Analyze. Создать здесь проект. Вот здесь добавляете ключевые слова. Выбираете страну. Выбираете метрики, которые вам нужно собрать. И смотрите результат. Что мы видим? Серпстат, в отличие от Ахребса, дает больше гибкости в сбора метрик. И самое интересное, он рассчитывает Keyword Difficulty. Он рассчитывает сбор результатов в выдаче, что очень интересно, в то время как другой сервис это нам не предлагал. То есть сбор результатов можно сразу вытащить. Что довольно и классно. Потому что мы можем сразу собрать этот показатель. И, условно говоря, там, где результат нулевой, но при этом есть трафик, это значит нужно создавать такую страницу. У каждого запроса есть в воле. Мы можем их рассортировать по группировке. То есть можно разбить их по группам. И самое главное, мы можем увидеть расчет его конкуренции. И обратите внимание, здесь уже конкуренция измеряется не в единичках. Здесь нет никакой статьи по расчету, как у Ахребса. Но мы видим метод ее расчета. Условно говоря, все, что находится между 20 и 40, это средняя конкуренция, 41 и 60 сложная, меньше 20 легкая, но, соответственно, 61 это не влезай убьет. Serpstat вам покажет правильный расчет для Украины, возможно, для других малых стран. Как он это делает? Загадка. Вы можете спросить ребят Serpstat, которые приходят нам периодически на вебинары, напрямую. Как вы видите, измерение конкуренции, даже по контексту, здесь довольно неплохое. То есть, это значит, что по этим всем запросам, которые я сейчас собрал, конкуренция просто запредельная. Тут реклама крутится по полной программе. Ну и можно увидеть в среднем, сколько стоимость данного клика, то есть в центре. В целом, реклама стоит по этой тематике недорого, но, как вы видите, предложений по рекламе много. Поэтому Serpstat для расчета конкуренции must have. Также, если вы будете собирать ключевые слова, не запихивать ключевые слова, а собирать ключевые слова через Serpstat, он точно так же показывает эту метрику. Поэтому, собирая семантику, сразу вытаскивая таблицу с данными, вы получаете таблицу с данными. С трафиком, с конкуренцией, количеством результатов выдачи. И вы задаете вопрос, если Serpstat такой классный, зачем ты нам про планировщик запрягал? А по одной простой причине. База данных сбора, которую вы делаете здесь в проекте, она привязана к стране. Она не привязана, к сожалению, к городу. Для отслеживания позиций, да, у них есть, но трафик замеряется у них без привязки к городу, к какому-то региону. Трена как планировщик дает эту информацию. Поэтому показатель Volume я бы собирал бы в планировщике. Потому что здесь, скорее всего, он слишком будет большим. Следующий инструмент, который мы будем рассматривать, это Semrush. Он тоже занимается расчетом конкуренции ключевых слов. И сейчас мы убедимся, насколько он хорош. Semrush достаточно дорогой инструмент. Мы даже по себе чувствуем, что он слишком дорогой. Есть вероятность, что мы даже будем решать, оставаться ему с нами в работе или нет. По одной простой причине, он находится гораздо дороже, чем Ahrebs и, конечно же, SerpStal. И многие его хвалят, что он в западном сегменте показывает отличные результаты по сбору ключей, по анализу ключей и тому подобного. Но так ли это? Приступим. Мы переходим в Semrush и выбираем Keyword Manager. Создаем группу. Я вот ее как раз уже создал. Вот наша группа. И добавляем наши ключевые слова. Вот у нас те же 50 ключевых слов. Как мы видим, здесь у нас выбор снова идет только страны, что уже намекает, что возможно результаты будут достаточно посредственные. Но будем надеяться, насколько он хорошо справится с результатом. SerpStat, например, анализирует вот такой список слов. Нужно подождать пару минут. Ahrebs делает это тоже мгновенно. И Semrush делает это мгновенно. Что это значит? Скорее всего, запросы, которые есть, хранятся в его уже базе данных. В то время как SerpStat, скорее всего, запросы делает в этот момент чаще всего точечно. Что мы видим? Мы видим, есть тренд ключевых слов, есть потенциал в кликах, есть KD, который говорит, что запрос тапочки женские имеет низкую конкуренцию. Этот запрос имеет тоже низкую. Да и вообще, они все имеют низкую конкуренцию. А некоторые запросы рассчитать он вообще не смог. То есть, ни трафик, ни рассчитать, ничего. Если мы посмотрим на остальные показатели, в целом CPC совпадает. Понятно, откуда он тянется. И все-таки, из планировщиков ключевых слов тянутся эти данные. Volume, скорее всего, тянется оттуда же. Можно, кстати, проверить. Можно проверить, что, например, по Одессе был 210. А давайте по Украине вернемся и проверим. Даже можно проверить, что такие есть сходства этих метрик. Вы можете понять, реально, откуда вытащил здесь данные по каждой из метрики. Смотрим на показатели и смотрим, что KD здесь говорит, что запрос легкий. Я хочу, чтобы вы в комментах написали, кому бы вы бы доверяли? А Хребсу, который показал единички, всем ражу, который показал 20, или серпстату, который показал 40 и сказал, что, возможно, конкуренция по этим запросам нелегкая. И вот, говорится, нельзя так просто взять и выбрать один сервис. Поэтому мы переходим к следующему пункту, какие существуют реальные другие методы расчета конкуренции. Поэтому во все времена до этих ваших охребцев, серпстатов, продвигаторов, там, по-моему, были еще так, спайвордс, были другие сервисы, то есть другие методы расчета конкуренции. И мы, SEO-шники, их, конечно же, помним. И сейчас мы перейдем к одному из методов расчета конкуренции, который использовался давно и, возможно, используется сейчас. Кто его использует, напишите в комментариях. Метод заключается в расчете такого золотого сечения по ключевым словам. Что это значит? Есть определенный метод расчета конкуренции ключевых слов, который основа на то, насколько конкурентные заголовки у страниц выдачи. Если по вашему запросу в топ-10 выдачи просто 10 тайтлов, то, скорее всего, конкуренция будет высокая. Если же там их всего лишь 5, то конкуренция будет низкой. Давайте покажу вам на примере. Метод расчета золотого сечения ключевых слов основывается на том, что вы измеряете вхождение ключевого заголовка в тайтлы страниц, которые находятся в выдаче. Для этих целей используется несколько методов подсчета, которые я бы отнес бы как основные. Первый метод подсчета заключается в том, что ваша задача собрать метрику, насколько вводит этот запрос в выдачу. То есть, вот мы берем и насколько часто заголовки встречаются в выдаче. Но считать вручную это глупо. Поэтому есть такая команда в гугле, называется All in title. Вбивая такой запрос, вы сразу видите совсем другое число 1770. Вторая метрика, которую вы можете измерить, напоминаю, это трафик. Трафик можно измерить, где? Планировщики ключевых слов. Конечно же, по этой формуле ваша задача поделить первое значение на второе и получится вот этот показатель золотого сечения слов. Я уже это сделал и вывел вот результат. Вы видите, есть некие цифры, как их читать. То есть, если платные сервисы нам говорили, как их читать, то здесь мы, как говорится, смотрим и не понимаем. Как же они на самом деле учитываются? Прям в этой статье, которую я показываю, очень простой метод расчета. Когда вы выбираете запросы, вы должны понимать, что не все результаты будет легко продвинуть. Как бы смысл заключается в этом. Поэтому все, что имеет значение меньше 0.25, это значит, что вам, как говорится, в топ 100 светит сразу место, стоит вам создать страницу. Вот просто вы создали страницу, вы в топ 100. Если же вы где-то находитесь между 0.25 и единичкой, то в 250 вы, может быть, и попадете. А если этот показатель больше единицы, то конкуренция, вероятно, очень высокая, и страничка, даже будучи появившись, в топ 100 может и не появиться. Метод действительно очень классный и особенно хорош тем, что он позволяет сразу прикинуть, какие страницы нужно создавать. Вам всего лишь нужно взять запросы, планировщиком ключевых слов снять вот эту метрику, простым каким-то скриптом подсчитать All-in-Title для всех запросов. Да, можно написать скрипт, который будет это делать. Мы нашли способ, пока это наш внутренний способ, но скоро станет достоянием общественности, потому что он пока работает только внутри и кушает наши API. Метод очень клевый, позволяет сразу понять, какие странички можно продвигать, какие запросы можно использовать для создания нового контента. То есть, ваша задача уже всего лишь по таблице отсортировать все, что меньше 0.25. Взяли, отсортировали, и вот ключи, на которые можно смело заниматься созданием отдельных страниц. Но, очень важное замечание, для создания такого рода страниц, ваш трафик должен быть больше 250 переходов в месяц. Да, это считается идеальным вариантом для того, чтобы продвигаться. и того, что мы видим. Вот, не так уж-то и много в моей маленькой семантике оказалось идей для блога, который я планировал создавать. Следующая метрика, которую мы рассмотрим, это метрика, про которую можно найти, скорее всего, только в Рунете информацию, потому что в Рунете я находил не так много по ней информации. Но она реально существует и она используется в постоянном при расчете конкуренции. Это метрика, так называемая Keyword Effectiveness Index или индекс эффективности ключевых слов. Или как мы ее гуглим, Key. Метрика Key рассчитывается очень просто. Мы берем частоту, делим на количество результатов. Но, чаще всего, если вы будете считать Key по вот этой старой формуле, вот наберем частоту, делим на количество результатов, мы получаем какие-то странные дробные значения. Иногда немножко неадекватные. Везде, где используется 0, я бы ставил 1. Да, потому что серпстат, в частности, вытягивает очень много данных с единицей. Поэтому, что у нас никогда не было 0, ставьте, как будто есть хотя бы один результат. Есть метрики, то есть, есть значения, которые достаточно классные. Есть большие значения, на которые можно обратить внимание. Во-вторых, есть какие-то очень махенькие, на которые нет смысла обращать внимание. Чем больше кей, тем лучше. То есть, для продвижения вашего сайта ключи вот с таким высоким кей хороши. Какой кей здесь в данный момент я бы оставлял лучше? Кто-то говорит, что все, что больше 4, это действительно хорошие ключи, на которые можно смело заниматься продвижением. Но я бы не доверял бы все-таки запросам с конкуренцией 1, потому что, может быть, они измерены неправильно, в частности, у серпстат. И посмотрел бы на какие-то запросы, которые вот здесь у нас аранжируются. Первые вот этой вот группе запросов. Но существует и другая система расчета кей. Она заключается в том, что мы берем, не измеряем не частоту, а берем квадрат частоту. Берем частоту, умножаем на саму себя и делим это все на количество результатов. И таким образом получаем метрику. Вы можете увидеть, что сюда попадает ряд запросов. То есть, они, в принципе, повторяют ряд запросов, но видите, между ними оказались еще запросы, на которые можно обратить внимание. Почему? Потому что, в целом, результатов не так много, трафик достаточно хорош, но именно при подсчете это значение оказалось меньше. Какой метод расчета кей использовать? Я предпочитаю брать два и брать первым, выделять до четверки и потом смотреть все, что поместилось, зацеплять эти запросы, которые между вот этими крайним значением, которое попало. А как вы видите, в целом запросы, которые здесь оказались, они по количеству результатов очень малы, по трафику очень хороши. и самое забавное, что по конкуренции видите, они пляж где-то конкуренция низкая, где-то попадается высокая. С чем это так связано? По одной простой причине есть некоторые запросы, которые являются длиннохвостными. Длиннохвостные запросы большинство сервисов могут учитывать, как тоже высококонкурентные, которые входят в кластер к высокочастотному запросу. Такое бывает. Но именно низкочастотные запросы благодаря вот этому методу вы можете отсеять, увидев, что они были здесь с высокой конкуренцией, но они при этом являются по кей достаточно слабы. И по этому запросу есть очень высокая вероятность, что в выдаче у нас не будет каких-то больших сильных сайтов. Давайте проверим. Здесь интересная ситуация. Здесь первую тройку занимают крупные сайты и только потом занимает не сильно, а крупный конкурент, но он находится здесь, потому что у него четко создана страница. Это наш клиент. У него четко создана страница под этот нужный запрос. При этом он, как вы видите, отлично конкурирует с сайтами, которые достаточно тоже крупные и имеют достаточно более высокий доменный рейтинг. Казалось бы, высокая конкуренция у серпстат, при этом низкая конкуренция по кей. Кей это такой синтетический параметр, который вы можете посчитать на пальчиках. Вам не нужно платить никакому сервису, вы можете сделать все эти манипуляции самостоятельно. Для этих целей, как я говорил, нужно собрать всего лишь те важные электрики. В рунете вы также можете встретить такой показатель, как KFE. это фактически просто модифицированный показатель золотого сечения ключевых слов. Как вы видите, он для расчета использует очень схожую систему подсчеток этого коэффициента. И для его метода подсчета используется очень простая формула, которая похожа на K2 уровня, 2 грейда, который мы использовали. Это мы берем квадрат частоты, умножаем его само на себя, и делим на вхождение документа в тайтл. И получаем этот показатель. Что он вообще измеряет, этот коэффициент жизнеспособности? Он проверяет, насколько это ключевое слово жизнеспособно в плане заголовка. То есть, если вы создаете заголовок, насколько успешно вам будет с него получать профит. Он работает точно так же, как индекс золотого сечения. Здесь, соответственно, чем больше у нас будут значения, тем нам лучше. Когда мы отсортируем эти ключевые слова по убыванию, мы увидим, какие ключевые слова имеют какой показатель. И здесь вы видите, что он пересекается с этим показателем КГР и говорит, такие запросы есть смысл обратить внимание. И давайте посмотрим. Здесь у нас был числовой фильтр больше 250. Вот мы его измеряли. И мы вот отметим эти ключевые слова. Давайте вот здесь то, что было у нас больше 250. 0.25 давай. Чем меньше 0.25. Вернем наши показатели. Вот наши те 4 слова, которые были. Вот мы их покрасим в желтый. Сейчас уберем все эти фильтры и посмотрим, насколько пересекутся слова. И вот вы видите, что вот эти наши слова и между ними оказались еще следующие слова. Как мы видим, здесь затесалось какое-то мусорное слово, которое нам не нужно. Но в целом мы видим, что некоторые слова повторились как низкоконкурентные слова по этому показателю. Поэтому показатель жизнеспособности пересекается с показателем расчета золотого сечения ключевых слов. Все эти синтетические методы вы можете опробовать самостоятельно. Я при сборе семантики все их использую. И это действительно очень удобно позволяет сразу определить, на какие запросы есть смысл мне тратить время, на какие запросы есть смысл выстраивать анкоры, по каким запросам есть смысл создавать новые страницы, какие страницы есть смысл обновлять в первую очередь. В SEO важно понимать, что у вас арсенал из десятков тысяч страниц иногда у ваших сайтов. И продвигаться по десятку тысяч сложно, но можно выбрать вот этот десяток страниц, по которым вы точно будете получать органику, а остальные страницы уже будут получать трафик за счет того, что пользователь путешествует по вашему ресурсу. Сконцентрируйте свою работу по SEO конечно же на поиске вот этих страниц. В следующей главе перейдем используем ручные методы подсчета конкуренции. По одной простой причине я вам уже говорил, что платные методы хоть и предлагают быстрый и удобный способ, на деле это оказывается непрактично. Почему? Потому что я не могу им доверять, они часто промахиваются друг между другом. А по поводу синтетических расчетов я могу быть точно уверен, по какому региону я снимал метрики, какие показатели я снимал для анализа и конечно же как я рассчитывал эту конкуренцию. Поэтому при сборе анализа конкуренции ключевых слов я бы доверял исключительно собственному по счету. Как-то ко мне недавно обратился знакомый и попросил посчитать ему конкуренцию ключевых слов. Я такой думаю, ну зачем? Если же есть охреп серпстат, он говорит, нет, мы уже пробовали, у нас ничего не получилось. Я ему собственно взял, рассчитал эти 4 метрики, он уже создал ряд страниц и они уже ранжируются. То есть попросту он сразу уже это сделал и сразу внедрил. Не ждал долго результата. Первый пункт, зачем вам нужно измерять конкуренцию ключевых слов? Вы должны знать, где вы получите первые результаты. Второй момент, зачем нужно измерять конкуренцию ключевых слов? Это, конечно же, по ним можно легко понять, какое слово принесет больше трафика при меньших усилиях. Усилия тоже измеряются делегают. Можно взять ключевые слова не просто нулевые, которые дают результаты завтра, но есть ключевые слова с низкой конкуренцией, но им нужно не так много внешних ссылок. Вы можете отсортировать по коммерческой ценности слова, да, просто по стоимости клика отсортировать слова и взять из них те, которые имеют показатель конкуренции невысокий, не запредельный, не слишком низкий, ну, какой-то невысокий, и понять, какие страницы категории в первую очередь вам нужно давить. Да, у вас будет задел на 3-4 месяца продвижения, но продвинув в эту категорию усилия в течение 4-5 месяцев, вы ее выведите в топ, она будет ранжироваться, и все подстраницы тоже будут ранжироваться, и вы получите, конечно же, финансовый результат. Ваш сайт будет приносить прибыль вашему клиенту, либо вам лично, и, соответственно, это будет приносить прибыль вам. В заключении хотел бы я вам подсказать, на что нужно обращать внимание при сборе семантики для анализа ключевых слов. Когда вы собираете ключевые слова для анализа такими методами, я бы порекомендовал, конечно же, использовать все возможные методы по сбору ключевых слов. Но старайтесь сегментировать, кластеризовать ключи так, чтобы в один большой кластер попадал хотя бы минимум 50-60 запросов на одну страницу. Часть запросов отсеется из-за низкого трафика, часть запросов отсеется из-за возможно высокой конкуренции, но именно вот эти нужные запросы останутся. Количество ключевых слов для ресерча берите большое. Для этих целей используется сбор подсказок, используйте любые платные сервисы, но также не стоит забывать, что в том же планировщике можно точно также собрать ключевые слова и вытащить их. И собрать их можно для всего региона либо для конкретного. Я бы как раз собирал для большого региона, а сел по трафику бы уже для конкретного. На этом собственно все. Если у вас есть вопросы, задавайте пожалуйста в комментариях, я буду рад их обсудить, а также не забывайте нажимать на колокольчик, я буду рад, если будете смотреть видео в тот момент, когда они выходят. Всем спасибо и до новых встреч!